Застывшее мгновение. Немецкий средний танк пробит снарядом, выпущенным из самоходки. Взрыв в моторном отсеке. На помощь передовой пехоте, которая удерживала мост, подоспела 5-я гвардейская танковая армия. Фрагмент почти недельного сражения воссоздал Максим Мелешкин. Он из семьи военных, живет в Ханты-Мансийске. Приехал на лето к бабушке и дедушке, руководителю местного музея. Задача наглядно показать и пробудить больше внимания детей к данному событию. Поскольку год я здесь проработал и вижу, что детям интересно. Я считаю, что это будет довольно-таки наглядно. Можно выйти и спросить. И это пробудет их интерес к дальнейшему изучению истории. Максим увлекся моделированием. Ходит в кружок. Работу начал еще дома. Привез два уже собранных танка, остальное доделывал здесь. На это ушло около двух с половиной месяцев. Место реальное. Рельеф сделан из пенопласта, покрытого текстурными красками по специальной технологии. Немецкую технику подбирал примерно, исходя из периода осени 43-го года. Советские машины по воспоминаниям офицера 414-й грузинской дивизии. Каждая фигурка собрана и раскрашена вручную. Пока расставляешь, видишь бой глазами каждого из них. Насколько все это было сложно и страшно. Когда вокруг взрывы, выстрелы. Если снять время с паузы, то наши войска, дождавшись подкрепления, отбили контратаку немецких войск и перешли через мост. Работу школьника оценили в Совете ветеранов станицы. У нас есть наследники. Именно. То есть наследники, праправнуки, участников Великой Отечественной войны. И далее, значит, товарищи. Я лично оцениваю. Это просто молодец. Теперь работа Максима будет находиться здесь на постоянной основе. Как дополнение к настоящему оружию, найденному в окрестностях станицы. Ее освободили вместе с Анапой 21 сентября 1943 года. В это время жители Анапской еще воевали на фронтах Великой Отечественной. Из 700 солдат и офицеров домой не вернулся каждый третий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова